На Харьковском направлении, куда мы сейчас переносимся, состоялось две безуспешные, подчеркиваю, атаки врага в районе Волчанска. Силы обороны продолжают проводить мероприятия по усилению оборонительных позиций и рубежей. Об этом говорят в украинском генштабе. Далее, Купенское направление. Тут силы обороны успешно отбивают атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаная, Дружелюбовка и Грековка. При этом продолжается бой в районе Андреевки. Далее, у нас есть возможность обсудить оперативную обстановку на Лиманском направлении фронта. Тут количество боевых столкновений увеличилось. С начала суток украинскими войнами уже отражены пять вражеских атак в районах Ивановки, Тернов, Торского и Макеевки. Еще одно боестолкновение, как отмечают военные, продолжается. Окупанты штурмуют наши позиции возле Невского. Теперь переносимся на северское направление. Тут враг совершил безуспешные штурмовые действия в районе Белогоровки. По данным Генштаба, ситуация под контролем сил обороны Украины. Отмечу, что трижды захватчики пытались атаковать на Краматорском направлении, куда мы перенеслись прямо сейчас, в районе Ивановского Андреевки и в районе Нового. Действия врага отражены. Потери оккупантов уточняются. Далее, Покровское направление. Сегодня тут самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 15. Бои продолжаются в Близиново-Александровке, Новопокровского и Невельского. Семь атак наши воины уже отбили, еще восемь продолжаются прямо сейчас. Силы обороны решительно сдерживают вражеское давление и жестко отвечают на любую активность захватчиков. На Кураховском направлении с начала суток подразделения силы обороны отразили три штурмовых действия возле Георгиевки и Просковеевки. В двух локациях в районе Красногоровки боестолкновения продолжаются. Теперь в Ремовское направление фронта. Тут враг атаковал неподалеку от заветного божания. Удачи при этом, отмечаем, не имел. Также оккупанты нанесли авиаудар в районе Великой Новоселки. Сохватчики сбросили управляемую авиабомбу. Теперь Ореховское направление. Тут агрессоры атаковали украинские подразделения вблизи населенных пунктов Капани и Малая Токмачка. Успехи при этом не имели. Ну и Приднепровское направление. Российский агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Крынок. Атаки отражены. Ситуация контролируемая. Враг нанес авиаудары также по районам Ивановки, Бургунки и Чайкино.